В Голицынском отделе полиции взвод патрульно-постовой службы. Это чуть более 20 человек. Совсем немного для той территории, которая входит в зону их ответственности. Ребята здесь в основном молодые и физически хорошо подготовленные, стрессоустойчивые и умеющие отлично обращаться с оружием. Иначе нельзя. Именно ППС находится на острие борьбы с самыми страшными и непредсказуемыми видами преступности – уличной и бытовой. Охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности – это непосредственно наша задача. Мы на улице все-таки в форме. Выявление административных правонарушений. В основном работаем с людьми, с населением. Не допущение на улице пьяных. Не допущение хулиганских действий на улице. С сотрудниками патрульно-постовой службы пообщались члены общественного совета межмуниципального управления полиции. Общественники проконтролировали качество подготовки и экипировки нарядов ППС, знания ими законодательной базы. Также была проверена и работа дежурной части Голицынского отдела. Патрульная группа направляется в городок 17. У руководства отдела появилась серьезная оперативная информация, требующая приблизить сотрудников ППС к предполагаемой зоне риска. Начинается отработка улиц и жилых кварталов. Далеко не всем прохожим нравится, когда люди в форме останавливают их для проверки документов. Поэтому одна из самых сложных задач полиции сегодня – совмещать две вещи. С одной стороны, не давать спуску правонарушителям, а с другой – сохранять доверительные отношения с жителями. Сейчас и подготовка уже другая у сотрудников. То есть и проводятся специальные занятия по морально-психологической подготовке, по общению с людьми. Как бы люди тоже понимают. И сейчас идет жесткий отбор, чтобы прийти на службу в полицию. Надо проходить определенные этапы. То есть это и психологов, и смотрят, как ты общаешься, как ты ведешь себя с людьми. И уже по итогам уже появляется результат. Опытный патрульный, хорошо знающий территорию, всегда безошибочно выделит в толпе подозрительных людей. Причем иногда он и сам не сможет объяснить, какие странности в поведении человека обратили на себя его внимание. Вот первый за этот день задержанный патрулем и доставленный в отдел гражданин. Стандартные, не очень приятные, но необходимые после задержания процедуры. Правонарушитель отправляется в изолятор временного содержания, а сотрудники ППС вновь возвращаются к несению службы. Цифры говорят сами за себя. Если в 2016 году сотрудниками батальона патрульно-постовой службы в районе было раскрыто 268 преступлений, то только за три месяца 2017-го уже 85. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.